Доброе утро, среды! Как обычно, мы проводим его в спортивном режиме. Быть красивым и здоровым, пожалуй, мечта абсолютно любого человека, но кто-то к этой цели согласитесь идет упорно, а кто-то только мечтает, жалуется на лень или на отсутствие средств, говорят, что дорого ходить в фитнес-клубы, и вообще это не по карману. Но, с другой стороны, кто-то хочет обрести хорошую фигуру и здоровье и, соответственно, не жалеет ни времени, ни средств. Но, как выясняется, есть возможность бесплатно, во-первых, приобрести роскошные, я имею в виду, мышцы и формы, и, во-вторых, сделать это в компании весьма приятных людей и, самое главное, единомышленников. Сегодня в гостях в программе «На своем поле» люди, которые организовали, которые, во-первых, эту идею благополучно переняли и принесли ее на московскую землю. Это идея под названием площадки «Воркаут». В гостях у нас сегодня Максим Попов по совместительству президент Федерации воркаута в Московской области и Максим Неверов, тоже один из учредителей этих самых площадок. Сегодня, уважаемый Максим, у нас в гостях. Доброе утро. Доброе утро. Слушайте, ну идея-то, на самом деле, роскошная. Вчера, когда я ее вычитывала и начала в интернете, в общем, всякую информацию собирать, поняла, что это очень популярное течение, что сейчас все больше и больше людей, вместо того, чтобы сидеть дома, то, о чем мы привыкли говорить, что вот, мы там все сидим, с друг другом не общаемся и вообще уже заросли жировыми клетками, оказывается, последователей вашего, я даже не знаю, движения, увлечения все больше и больше. И воркаут собирает людей на площадках, если уже и не единицами, и не десятками, то уж точно сотнями. Ну да, это правда. Вообще, в принципе, это хорошо забытое старое. То есть мы возвращаемся к истокам. То есть в СССР мы всегда видели спортивные площадки, городки, турники в каждом дворе. Наша концепция, это немножко придать этикетку другую, моду со специфическими дизайнерскими идеями и креатив. Ну, то есть немножко тенденция нашего времени перенести на те старые площадки, которые были, но только упаковать это в более красивую, вкусную упаковку и, в принципе, предлагать всем нашим москвичам, россиянам. Ну, уже от железных тутурников можно было уйти, уже что-то найти новое и безопасное. Я так понимаю, что вы активно сейчас эту идею пропагандируете и безопасно, и здорово, и бесплатно. Вот, наверное, три главных ваших принципа. Все гениально просто. Да, все. Откуда вообще пошла эта идея про воркауты? Я так понимаю, что она все-таки не российская, а вы ее с удовольствием для россиян перенимаете. Да, все началось с Ютуба, там была куча роликов, американцы, ребята, это пропагандировали. Вот мы решили это перенять, нашли спортсменов, кто этим занимается, и стали строить площадки. После этого стали организовать на них всякие различные мероприятия, и понеслось. Максим, это с какого года, с какого периода времени вот эта вот идея сейчас развивается? Ровно два года. Ровно два года. Мы неделю назад свой день рождения отпраздновали. А, даже такое. А с чем связана дата? То есть, что было два года назад, неделю назад? Мы были два с половиной года назад в Австралии, видели подобные площадки, ну, малую их часть, и решили здесь начать строительство именно их. У нас получилось гораздо лучше, чем в Австралии. Так. Немножко перенять опыт австралийцев. Ну, у нас стала определенная специфика в строительстве. То есть, мы создавали культовые большие места, где может собираться там тысяча человек, понимаете? Ну, зрителей, например, и порядка там ста человек, которые одновременно выполняют одно и то же упражнение. Вот. А касаемо вообще, в принципе, направления, оно в Москве уже развивается лет пять. Вот. Есть знаменитые имена Данила Черкасов, это руководитель проекта Workout24. То есть, это тот парень, который во дворах, на ржавых турниках, брусьях гетто-воркаут подымал, можно сказать, в стране, выкладывая тоже эти ролики в YouTube, вот как Максим правильно сказал. В общем, пять лет это направление развивается. Два года оно развивается, ну, благодаря нам, можно сказать, на таких культовых площадках, то есть, больших, порядка 600 квадратных метров, и проводятся тренировки, ежедневные тренировки, воскресные тренировки. Мы лично проводим два раза в неделю тренировки. Все это на бесплатной основе. Я все время об этом не устаю вас выспрашивать. То есть, вот те площадки, которые существуют, их уже сейчас в Москве, сколько, где они находятся, по какому принципу они работают? Около 30 больших, они находятся в парках, в самых центральных проходных частях парка. Вот, ребята все о них знают, это именно спортсмены. Мы сейчас создаем карту, где будут полностью, где находятся эти парки там и так далее, чтобы люди, зайдя на сайт, могли найти эту дорогу. Сейчас люди нас слушают. Пару ярких, громких названий. Самые большие площадки где? Парк Горького, Лужники. Это самые большие, самые насыщенные площадки. Дальше то. Красная Пресня, сад имени Баумана. Сокольники. Сокольники, да, Сокольники, они полностью укомплектованы. То есть, вся тропа здоровья с маленькими PlayStation, через каждые 400 метров спортсмен может бежать, подтягиваться, отжиматься на брусьях. То есть, парк вообще, по последнему слову техники, упакован, можно сказать, полностью. То есть, спортсмен может там найти на всей территории парка доступную площадку. Так, Красную Пресню мы сказали. Да. Парков много, на самом деле. Никулина парк. То есть, я так понимаю, что это не последние ваши приложения сил, еще какие-то неосвоенные территории на московских площадках остаются? Сейчас около 30 больших площадок и маленьких, я думаю, штучек 150. Да. Ничего себе. Это во дворах. Да, то есть, это где можно вообще просто выйти из квартиры, позаниматься на глазах у всех соседей. И под изумленные аплодисменты публики отчалить, поигрывая где-нибудь бицепсами и широчайшие. И ждать, пока жены своих мужей выгонят. Выгонят толстых таких, с кузиками. Иди, иди, дружочек, выбрось пиво. Я поняла вас. Вот эти большие площадки, они себя представляют целый ряд тренажеров, комплексов. Что и входит вот в этот воркаут? Все основное. Подтягивания. Это брусья, это перекладины, это шведские стенки, различные сочетания и того и другого. Это надо показывать. На картинках все это видно, в принципе, на журнале. То есть, можно зайти просто на сайт. Для тех, кто хочет не только услышно их посмотреть, зайти на сайт. Называется он? Кенгуру.про. Так, и вы, насколько я понимаю, основной принцип работы используете все-таки, это работа с собственным весом. Там нет гири, штанги. То есть, только собственный вес. В принципе, да, идеология воркаута – это все упражнения с собственным весом. Наши иностранные коллеги, вот сейчас подготовка идет к чемпионату мира по воркауту, и они, ну, в шутку называют, что такое воркаут – это борьба с гравитацией. То есть, люди борются с весом собственного тела и выполняют со стороны просто головокружительные трюки. И сам задумываешься, как, то есть, человек с физикой борется, как можно делать тот же самый флажок в параллельной земле. И с большим успехом это ребята наши делают. Ну, ведь же говорят профессиональные спортсмены, что тяжелее даже, чем со штангами и гирями работать именно с собственным весом. Собственным весом. Нагрузка абсолютно другая. Извиняюсь. Также на свежем воздухе, то есть, выполняя упражнения, совсем другой метамболизм, совершенно другой обмен веществ. Это намного эффективнее, полезнее, даже зажигать жир полезнее на улице. Вы собираетесь по определенным часам, или она все время площадка в распоряжении желающих? Просто в какой-то момент там появляется тренер, который упорядочивает все эти занятия, дает какие-то рекомендации. То есть, вот такой вот бесплатный на свежем воздухе кислородный фитнес-зал. Как это происходит? Всегда бесплатно, но у нас есть время для тренировок. Это вторник и пятница с восьми вечера. В любом парке, на любой площадке всегда стандартное время? Нет. Пока только лужники. Но мы пропагандируем, мы хотим сделать, чтобы везде было абсолютно, у всех парк. То есть, мы пытаемся, да, вот эту моду перенести на другие парки, чтобы спортсмены, которые, например, у нас потренировались один месяц, пришли в тот парк, который рядом с их домом, и организовали у себя точно такую же тренировку по точно той же системе. Также бесплатно заранее анонсировали, то есть, это все у себя в соцсетях. То есть, мы это делаем в Инстаграм, это делаем в ВКонтакте, на своих личных страницах, на наших корпоративных страницах. Вот. И, в принципе, у нас от одной тренировки к другой каждый раз все больше и больше. Мы видим новых лиц. Вчера у нас вообще, наверное, человек 150 было. Много было. Да, и добрая, ну не половина, но треть это были девчонки. Да ладно, и девчонки тоже ходят с удовольствием. Ну, где симпатичные, хорошие, крепкие, здоровые парни. Там всегда девчонки. Всегда должны быть, и там есть всегда девушки. Кто сейчас тренирует, вот в Лужниках, например, это профессиональные спортсмены, которые прошли какую-то соответствующую подготовку. Кто обеспечивает, что называется, теоретическую базу ваших занятий? Ну, вот мы идем этим проектом-тандемом. То есть, Workout24, Данила Черкасов, основатель этого воркаута, человек, который знает о нем все, плюс начитан, знает анатомию тела, как это лучше тренировать. И мы в этот процесс включились. То есть, уже второй год строя турники, развивая эту инфраструктуру, это грех самому не увлечься этим видом спорта. Поэтому мы идем тандемом, проводим тренировки совместно. Также Данила проводит тренировки индивидуальные. По воскресеньям, например, с людьми тоже встречается, тоже порядка ста человек приходят на тренировки. Да, поэтому, вот, собственно, таким составом здесь нет чего-то сложного. То есть, там, это не даже гимнастика профессиональная. Это уличная спортивная гимнастика, это уличная гимнастика на турниках, брусьях. То есть, элементарные вещи, то, что нужно только соблюдать определенную очередность, что выполняется, в какую очередь, какое количество повторений, сколько мы отдыхаем, сколько мы работаем. Ну, то есть, есть различные программы. Вот кроссфит нам помогает очень сильно, их программы. Ну, подскажите мне, уважаемые мои гости, ведь для каждого спортсмена, даже если он начинающий, даже если он уличный гимнаст, все равно своя индивидуальность и своя программа должна быть разработана. Или у вас все более-менее так вот унифицировано? Это когда дальше уже пойдет, он, если захочет участвовать на соревнованиях, у него есть какие-то элементы, которые он делает лучше, чем остальные, тогда нужна точка. А, в принципе, базу, да, подтягивания, приседания, отжимания, выходы силы потом, когда он становится уже, в принципе, на общей основе. А дальше уже ребята идут каждый, вот вы видели видеоролик, где Сергей у нас на одной руке подтягивается, вот он это хорошо отточил. Максим скромничает, а то он проводит эти тренировки. То есть, потом можно будет, если вдруг понравилось и пошли результаты, записаться на какие-то уже индивидуальные или договориться с тренером и уже заниматься по такой вот индивидуальной программе. Ну, есть ребята, кто это делает, да, и у кого это хорошо получается. Для начала просто надо прийти, посмотреть. Мне кажется, это самое тяжелое, потому что вот подняться с дивана и пойти позаниматься, это дорогого стоит. Я напомню, что у нас сегодня в гостях президент Федерации воркаута Московской области Максим Попов и один из учредителей воркаута в России Максим Неверов. Мы вернемся к нашему разговору через две минуты. Возвращаемся в студию, возвращаемся к разговору. Сегодня, напоминаю, говорим о том, как можно бесплатно, самое главное, как можно в веселой компании и, наверное, под присмотром профессиональных людей, профессиональных тренеров заниматься фитнесом. Или вы не любите, уважаемые мои гости, говорить, что это фитнес? Фитнес, почему? Фитнес? Конечно. Кстати, представлю сразу, у нас в гостях Максим Неверов и Максим Попов. Это люди, которые принесли воркаут на российскую землю. И откуда у вас вот это желание не просто посмотреть, а еще и принести эту идею в массы и привлечь людей, говорить, я не один хочу заниматься, приходите ко мне. Ведь по большому счету вы могли бы выйти на эту площадку, отзаниматься свои, проработать мышцы необходимые и благополучно пойти домой куда-то с друзьями, в соцсеть за сеть. Вы решили, что вы должны это продвигать. Откуда у вас такая сознательность человеческая? Ну вы не раз, наверное, слышали, что спорт это наркотик своего рода. То есть для нас это не просто... Сама такая же. Да, это не просто для нас наркотик. То есть мы этим увлеклись настолько, что мы готовы это уже пропагандировать. И мы хотим, чтобы наш опыт приняли в другие города, другие парки, для начала страны. То есть помимо, мы еще об этом не говорили, мы с Максимом порой путешествуем в европейские страны, проводим точно такие же тренировки там с ребятами. В Амстердаме, в Барселоне последний раз, в Испании. То есть мы по Европе тоже перемещаемся, в Ригу приезжаем к нашим друзьям, тоже выходим на площадки, воркаут. Ну, правда, не такие большие, но доступные тоже где-то в парках или во дворах. И проводим такие же тренировки. В Барселоне последний раз, наверное, человек 30-40 приехали к нашему приезду. 20 точно. 20 точно. Специально именно, чтобы потренироваться вместе с вами. Да, мы выкладываем заранее в сеть город, куда мы собираемся приехать. Ну, ребята у нас есть, определенная общественность. Сколько у нас? Порядка 4 тысяч человек в Фейсбуке у нас подписчиков. Ребята уже знают, что мы приедем. Намечается ивент. Мы приезжаем. Тренировка, фото на память, рукопожатие. Ну, и дальше экскурсия по городу. Слушайте, ну, это же прекрасная идея, когда можно помимо того, чтобы как бы там со своим здоровьем разобраться, это еще и найти новых друзей. Да. Мне кажется, что у вас, благодаря вашим путешествиям, не только последователей, но и вот поклонника вашего таланта и просто дружка вообще не остановится все больше. Конечно. Или для вас это не главная цель? Главная? Не, ну... Одна из. Одна из, и это очень важно. Это стимулирует, это нас заряжает на следующие шаги. Почему мы хотим создать в Москве такую систему, где в каждом парке будет такой человек, который будет это проводить, потому что ему это нравится. Не за 10, 15, 40, 50 тысяч рублей, а просто ему нравится работать с людьми, общаться. Это абсолютно другая атмосфера. В спортзал приходят люди все такие хмурые, офисные, или, может быть, это бизнесмены, которые сосредоточены в своих мыслях. Я сам по себе знаю. В спортзале я ни с кем не разговариваю, если... Ну, я порой хожу в спортзал. Сосредоточенно отрабатываю вложенные средства. Да, то есть штанга, там где-то что-то, потом пошел в душ. Здесь нет, здесь все приехали, общение, кто-то что-то неправильно делает, подошел, помог. Хихиканье, заигрывание, приходят девушки, знакомятся, где-то кто-то кого-то видел в соцсети. То есть происходит такой, знаете, живой ритм энергии. Ну, то есть это не передать, это нужно просто один раз приехать, посмотреть. И даже когда к нам журналисты приезжают с камерами, это не передает. То есть нужно, чтобы... Потому что журналисты бросают камеру и тоже начинают благополучно участвовать в стране. Да, у нас вчера был один из телеканалов, он снимал, он тоже камеру бросил, говорит, мне так охота. Он два часа, то есть по регламенту было полчаса съемок, два часа человек провел на площадке, должен был интервью взять у одного человека, взял у всех, просто обошел. Ну, это действительно заряжает, и мы заряжены этой энергией, и поэтому мы, собственно, это делаем. То есть мы развеем этот вид спорта не только строя, но и наполняя такие площадки людьми, организовав вот такую работу. Надеемся, что эта работа дальше перейдет по Москве, в регионы, и мы будем, собственно, на самой спортивной державе, рано или поздно. Ох, какие у вас далеко идущие планы, Максим. Максим, а у вас, вот ко второму обращаясь, Максиму Неверову, у вас есть какой-то регламент по длительности тренировки? Или люди пришли, им понравилось, они вовлеклись в этот процесс, и благополучно вы уже там закончили свою официальную часть, и они продолжают заниматься? Да, у нас есть три этапа, на которых все должны присутствовать. Потому что если ты пришел, ты занимаешься. Ну, некоторые отказываются, но это крайне редко бывает. Вот, три этапа ты выполнил, ты можешь продолжить сам какие-то свои там... А что за этапы? Это разминка, наверное, какая-то там силовая часть, кардионагрузка или как-то? Мы всегда их меняем. Ну, в принципе, для начала это 7 минут без перерыва мы делаем упражнения, меняем между собой их потом по 30 секунд, и потом в конце закрепляем еще 3 минуты без перерыва. Такой мини-кроссфит. Так. Ну, всем нравится, все устают очень сильно. И потом вы, если захотите, предоставляете возможность людям просто потренироваться, пообщаться, может быть, куда-то там после тренировки вместе сходить? Редко, но бывает. Тоже такое бывает. Все в душ бегут. Все в душ. Кстати, вот по поводу площадок. Я так понимаю, что несмотря на безвозмездное пользование этими площадками, затрат на их установку и на их поддержание в соответствующем порядке требуется немало средств. Как вы этот вообще вопрос решаете? Ну, как правило, такая площадка, она уже стоит на балансе у того или иного учреждения, либо парк. То есть, они следят точно так же, как за всей остальной своей территорией. А кто их строит? Строят ее, но у специализированной организации. Например, такая, как наша. А, то есть, вот так. То есть, вы не только проводите тренировки, вы еще занимаетесь тем, что их устанавливаете. Вам-то какая от этого выгода? Вот скажите мне. Не, ну, мы являемся подрядной организацией в конечном итоге. Вообще, если посмотреть в самые истоки, мы разработчики этого оборудования. То есть, предусмотрели все возможные комплектации для такой спортивной площадки, все высоты, согласовав их со спортсменами. Запустили линейку этой продукции, и мы являемся производителями. Одновременно, то есть, мы выполняем и монтаж, и работы по устройству резинового основания, чтобы оно было безопасно. То есть, если смотреть в истоки, то есть, все пошло из-за того, что мы, вернувшись с Австралии в Москву, увидели, что нет инфраструктуры для доступного спорта. Есть футбольные поля, бассейны. Но выйти в парк и потренироваться самому одному, с друзьями, не представлялось возможности. То есть, просматривать начали мы проекты парков, которые планируются благоустройством. Мы не нашли ни одного турника. Вот так у нас и созрела идея «Кенгуру ПРО», что мы, наверное, построим сначала для себя площадку в парке. Первая площадка у нас была построена в парке «Сокольники». То есть, мы на собственные средства подарили ее парку, дабы показать, что такое воркаут и как он может действительно привлекать людей. Эта идея понравилась и руководству парка. И мы увидели, что на площадке собираются десятки людей. Приходили старики, которые гуляют по этому парку. Они там благодарили и некоторые даже плакали, потому что говорили, ребят, говорит, хоть вы, говорит, молодежь, пришли, что-то сделали нормально. И до сих пор на этой площадке тренируются. До этого в 70-каком-то году ближайшая площадка построена была. Да, представляете, то есть, была вот эта пауза, где просто был запрет на доступный спорт. И так началась эра воркаута именно современной концепции. То есть, те турники, которые мы сейчас видим, были придуманы именно тогда, в 2011 году. Мы с Максимом просто пешком и на машинах, на метро, по всем управам, письма, вплоть до президента. То есть, что такое воркаут, что это нужно развивать, что это должно быть в шаговой доступности. Папа гуляет с дочкой из коляски, коляска стоит, ребенок спит, папа подтягивается. Они сигарету курят. То есть, вот такую концепцию мы начали развивать. И потихоньку, потихоньку, потихоньку у нас это получилось. Мы это уже можем сказать. У нас уже получилось. То есть, есть инфраструктура в Москве подходящая для развития. А регионы однозначно будут перенимать этот опыт. 100% уже перенимают. Но сейчас же правительство Москвы, как мне кажется, очень серьезно заботилось как раз с благоустройством парков. И как раз с приведением их в порядок. И в том числе для спортивных занятий. Вы в тесном сотрудничестве с городскими властями работаете? Или вы сами по себе, парни? Ну, они прислушиваются. Есть молодежный совет при мэре. Есть различные, ну, как вот, Workout24, группы молодых людей, которые тоже постоянно этот вид спорта и пропагандировали, и пропагандируют. Они пишут письма также мэру. Конечно, они прислушиваются. То есть, и разрабатываются уже проекты парков в соответствии с требованиями ребят. Ну, у вас, собственно, можно же и небольшую территорию попросить для вашего комплекса. Он же может быть не совсем таким вот большим на 600 квадратных метров. Он может быть и гораздо менее и компактнее. Где-то от 37 квадратов. То есть, всего-то, ну, собственно, как однокомнатная квартирка. Меньше, даже меньше. Хватает для того, чтобы расположить все необходимые снаряды и турники. Ну, вот, я, например, видела, не знаю, ваша ли эта площадка или нет, в Терлецком лесопарке. Не ваше? Просто вот тоже какие-то тренажеры, они где-то пластмассовые, где-то такая, я даже не знаю, что это, сталь. Тоже уложены вот безопасным покрытием сама, я не знаю, подошва, да, этого сооружения. Вот это вам не конкуренты, это вам не друзья, они просто вот как-то городские власти эти площадки строят? Чем у вас принципиально отличаются ваши воркауты от тех площадок, которые, ну, изначально заложены, например? Наверное, речь идет о тренажерах, да? Ну, каких-то, да, таких вот тренажерах, да. Это другой сегмент абсолютно, то есть это для людей с ограниченными. А какая разница, вот для меня они специалиста? Ну, во-первых, если взять опять истоки таких тренажеров, это Китай, где люди с ограниченными возможностями, там, пенсионеры. Или дети. Да, либо дети на таких тренажерах что-то делают, да. Ну, это обычные такие ходунки какие-то, вот, влево-вправо. Ну, здоровому, крепкому парню, там, в 15-16 лет и вплоть до, я не знаю, скольки, ну, просто-напросто будет... До 85-ти здоровому парню. Да, просто будет, ну, стрёмно на таком стоять. То есть ты, когда идешь, у тебя намного больше нагрузка, чем на этом шагоходе, понимаете? Мы их находим бесполезными для нашей аудитории, то есть ребята от, там, 14 и выше. Хотя на последних соревнованиях парню было 11 лет, и он показывал такой уровень, то есть сильный, молодой. Крепкий ребёнок. То есть вот эти площадки, которые есть по распоряжению, там, городских властей, они могут считаться для вас первоначальным этапом, то есть туда пришёл ребёнок 7 лет, где-то там потренировался, потом услышал, что есть воркаут, и пошёл благополучно к вам. Вы всех принимаете. Ну, правильно. Ну, и на закате лет своих вернулся опять на эти тренажеры. Когда он достиг возраста парня 85 лет, он опять ушёл туда. Опять вернулся к ним, да. Ну, у вас, я так понимаю, они более широкие, более большие, более плотные, более качественные. Вот действительно для больших нагрузок ваши тренажёры. Конечно. То есть ребята у нас солнышко крутят вдвоём, втроём, то есть такие кульбиты прыгают, нагрузка. Ну, мы предусматриваем нагрузку, как грузопассажирский лифт, чтобы там в 30 раз. У нас есть элемент рукоход, и в конце каждого мероприятия, ну, я говорю о таких, как соревнования, да, или ежегодный слёт дворовых спортсменов, или чемпионат какой-то, у нас по 30 человек забирается на этот рукоход, и фотографируется, и всё хорошо. То есть, ну, мы изначально предусматриваем, ну, раз в 30, то есть человеческое тело, чтобы прочность превышала. Потому что здесь... Ну, это удивительно. Вопросы безопасности всегда, мне кажется, должны быть. А вы так легко говорите про 30 человек? Или всё предусмотрено, всё рассчитано? Есть ГОСТ, ЭТУ, по которым вы работаете? Это проверено. Да, мы прибегаем в этом случае не к гражданским, а к военным инженерам. То есть гражданским мы немножко не доверяем, потому что, как правило, то есть те же коллеги наши, ну, не коллеги, уже, наверное, конкуренты прибегают к ним, они быстро делают и уходят в сторону, потом эти турники гнутся. У нас есть военно-промышленная отрасль, есть специалисты, ещё те старые дедушки, у которых изолента и замотаны очки, и эти дядьки, ну, можно сказать, реально крутые, они разработчики, и прочность у нас лучше всех. Делаем всё более серьёзно. Продолжим разговор через две минуты. Возвращаемся к нашему разговору, говорим о том, как сделать фитнес бесплатным, удобным, приятным и, самое главное, дружелюбным. Сегодня у нас в гостях Максим Попов и Максим Неверов, люди, которые учредили пока в Москве, нет, или уже по всей России, да, федерация пока воркаута московского области, да? Федерация. Расскажите, вы всё время говорите, что вот пока Москва, пока Москва, у нас там впереди регионы, у вас, я так понимаю, далеко идущие планы. Вы начали с Москвы, что дальше, Максим? Сейчас в планах открыть общероссийскую федерацию. А, то есть пока воркаут есть только в московской области, вы единственный? Нет, в Москве. Москва, Мособласть, Питер открываются везде. Мы просто хотим сейчас их обособить и сделать одну. Так. Чтобы проводить соревнования, чемпионаты, там различная работа, очень много её. Ну, мне всегда казалось, что это соревнования, которые, если соревнования, то они как и вот такого вот, ну, любительского уровня. Или вы хотите сделать всё это на профессиональной основе? Как это будет, должно быть? Хотим сделать именно так. Да, хотим на профессиональной. То есть сейчас общественность разобщена, то есть есть, в каждом городе России есть воркаут-группа, в каждом городе России. Это мы ответственно вам можете проверить в интернете. Вот в любом городе есть свои 10, 15, 100, 150 и больше, ну, там, до тысячи. В Москве 5 тысяч. Да, в Москве порядка 5 тысяч. Вот, в каждом городе. Но хотелось бы сделать определённую структуру, как вот там у футбола, у баскетбола, чтобы это всё было централизовано, вот, имело определённую иерархию. Тогда это было бы, эффективности больше было бы. Так мы потихонечку где-то тренируемся, может быть, и никто не знает. А была бы возможность это всё делать на широкую ногу, проводить соревнования официально уже, можно сказать. Ну, мы как общественная организация, в принципе, Федерация воркаута Московской области уже это делаем. И проект воркаут 24 тоже, это не один год делает, это всё проводится. Вот, но для этого нам нужно, чтобы нас признали видом спорта, а это тернистый, долгий путь. А у вас есть такие задачи, быть видом спорта признанным. А там Олимпиада недалеко. Ну, посмотрим. А вы говорите о том, что последователи вашего движения, направления есть в любом городе. Есть ли в любом городе России, там, от находки до таймыра, площадки для воркаута? Вот это тяжело. А где, как тогда? Вот я живу где-нибудь в районе находки, и хочется мне, послушав программу, в записи, благо у нас есть возможность в интернете, посмотреть, послушать, заняться. И куда я должна бежать? Что мне нужно делать? Для начала обратиться в администрацию. Постройте нам площадку, пожалуйста. А, то есть это длинный тернистый путь. Это начало. Это нужно написать письмо на имя главы города, губернатора, кого угодно, главное письмо написать. Так. Глава города и губернатор должны дать мне добро. Вообще в одиночку такие дела не надо делать. Есть единомышленники, ребята, которые тренируются вместе с тобой. Пишите коллективное письмо и обращайтесь, что нам нужны элементарные турники, брусья, рукоходы. То есть у нас нет уверенности, что современные технологии и те площадки, которые есть в Москве, дойдут до того же таймыра или находки. Но практика показывает, что у нас Сургут весь упакован турниками. Потому что там есть инициативная группа и написала это письмо. Да, Апатиты, город Мурманской области. За полярным кругом стоит воркаут-площадка. Там уникальные люди, они настолько, вот Максим больше с ними общается, то есть люди настолько любят это направление и пропагандируют его. У них сейчас семь площадок намечается, очень больших. Прям больших площадок. На одни маленькие Апатиты? Нет, нет. На Мурманской области. Да, в разных городах, в семь площадок. В принципе, то есть есть у каждого субъекта Российской Федерации возможность у себя поставить такой спорткомплекс. Ведь изначально у нас идея какая была? Не напичкать каждый двор, не надо, может быть и в каждом парке не нужны эти турники. Но на город должно быть несколько культовых мест, где будут проходить такие тренировки, где будут проходить слеты, соревнования. И эта площадка будет вещать на весь город, что такое спорт, что такое доступный. А единичные турнички и брусья, ну, уже люди, думаю, собственно, найдут и на дачах у себя, если на то пошло. То есть, мода идет именно от таких культовых мест. У нас бы ничего не получилось, я думаю, такого ажиотажа вокруг воркаута, такого шума не было бы, если бы не было вот этих крупных, вот, Лужнецкой площадки в парке Горького, куда приезжают все от мала до велика. Туда приезжают люди на Майбахах, стоит охрана, дядечка на турничке работает. И вышел парень в дырявых кроссовках из метро и точно на том же турнике с ним вместе рядом подтягиваются. Какая у вас демократия? Да, то есть, как на пляжу, все равны. Ну, Максим, коли вы общаетесь с представителями Мурманской области, то есть вы в любой момент, если эта площадка появляется, вы можете приехать, собрать все свои метод-материалы и отправиться в Мурманскую область для того, чтобы вашим друзьям, последователям, младшим коллегам рассказать все, что там должно быть, как это должно проходить, какие-то методические рекомендации, как вот передача опыта происходит. Как правило, когда мы установили площадку, все, она готова полностью. Мы делаем открытие на ней, собираем всех местных спортсменов, привозим туда своих. Розовые ленточки, ножницы. Не всегда, но практически иногда получается, да. И наши ребята показывают, что можно делать на них. Делают всякие пируэты, круги, там, выходы силы и так далее. Все зависливо смотрят. Смотрят, потом мы уезжаем, они начинают повторять. Они говорят, мы тоже так хотим. Тоже так хотим. А остается ли тот человек, который учит, как это нужно делать, при этом соблюдая там правила и техники безопасности, и какие-то там, выбирая правильные спортивные режимы нагруза, как это все происходит? Это очень тоже сложный путь. В некоторых городах легко мы находим таких людей. Вот опять же, те же апатиты. Там человек за это отвечает, он смотрит за этой площадкой день и ночь, и показывает тренировки. Местный домовой там. Да, 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 да. В каких-то городах не получается это сделать. Тяжелые люди порой. Поэтому, ну, мы работаем над этим. Ну, а много людей соглашается работать безвозмездно? А почему безвозмездно? Какие-то все-таки деньги падают. А какие? Откуда они у вас падают, скажите мне? Вот я пришла, вы мне говорите, бесплатно, откуда они упадут, организаторы? Ну, если человек проводит тренировки, ему оплачивают это. А, то есть, так или иначе, я все равно как-то скидываюсь, вот я пришла на эту общую тренировку и скидываюсь, нет? Откуда? Да. Государство заинтересованное, оно оплачивает. В принципе, если это преподнести красиво, то они могут сказать, да, мы готовы. То есть, вам нужно не только научить правильно написать письмо на имя главы или губернатора региона, и чтобы попросить еще какую-то минимальную там оплату. Для нас это хобби, то есть, мы это делаем в свое удовольствие. То есть, в том же Мурманске, я думаю, что администрация пойдет навстречу молодым ребятам, если будет хороший уровень спортивный, будут какие-то выделенные средства на мини-ставку, и будет парень проводить тренировки. Все спортсмены, они молодые в основном, им как бы деньги не имеют значения, их родители кормят, и они могут попреподавать и без денег. Ну, мне бы, например, придя на площадку, хотелось бы не однажды увидеть человека, у которого уже проработаны там все группы мышц, а постоянно его видеть, и перед собой такой иметь образец. Такие люди есть, которые постоянно совершенствуются, тренируются, они просто там руководят? Нам даже пишут постоянно на почту, хотим, помогите. И мы как бы созваниваемся и устраиваем это все. А идут люди на имена? Или, в общем, просто ради себя идут? Для начала ради себя. А потом там посмотрела, там вот какой-нибудь будущий Арнольд Шварценеггер тренируется, и я так хочу. Есть и такие, наверное. Максим, я прочитала как раз на вашей странице в интернете, что вы на эти культовые площадки, которые вы так называете, да, большие, приглашаете, в том числе, да, и звезд каких-то. То есть можно увидеть вот то, о чем вы говорили чуть выше. Ну, с многими мы общаемся, дружим. То есть у нас Тимати очень любит воркаут. Вот, он просто где видит турники, обязательно на них заходит, тренируется. Он в Майами тренируется. Мы реализовали с ним вместе проект постройки площадки в Сангейте, в Турции. Вот. Кстати, он, по-моему, сейчас там и находится. Только, ну, Тимати у нас один из самых ярких представителей. Ну, Джигант уже из проекта, из лейбла Blackstar. Пашу, директор Blackstar. То есть ребята все на турничках, здоровый образ жизни, пробежки и турники, брусья, тренировки порой вместе с нами. Просто у ребят очень трудный график, то есть перелеты, сон три часа, то есть это действительно так. И порой у них есть огромное желание тренироваться с нами, но нет возможности в плане графика. Я представляю, какой у вас ажиотаж, когда вы вдруг в сети выложили сообщение о том, что будет там вот такое-то. Нет, мы так не делаем. Нет? Нет, мы так не делаем. Кому повезет, тому будет счастье. Да. Ну, я так понимаю, что ваша идея, в общем, нашла отклик не только у нас, простых смертных, но и тех, кто там повыше звезды с неба выхватывает. Или как-то прохладно к вашей идее относится? Пока прохладно. Прохладно? Ну, вообще, по идее, к такой деятельности можно было бы и побольше внимания. Ну, на самом деле, то есть, только все начинается. Ну, собственно, да, два года. То есть, еще в младенчестве воркаут находится, поэтому все еще впереди. Такие тренировки, такие события, они без внимания не останутся однозначно. Вот, мы летим, не летим, а едем на Селигер 2-го числа, на открытие нашей площадки по воркауту. Даже там вылетел? Да, очень много молодежи, представляете, там смена по 5-10 тысяч человек. Все молодые, активные, с регионов. Нам бы, конечно, хотелось бы там провести часть своего времени, передать наш опыт, не только там строительство, это дело пятое. То есть, именно организации мероприятий, потому что, я думаю, ну, есть в старых, ну, не в старых, есть города, где еще старые советские площадки сохранились. То есть, если нет инфраструктуры в городе, это не значит, что, ну, нельзя, и не надо заниматься. То есть, нужно находить какие-то площадки, они наверняка есть, вот, но они не могут на себе собирать столько людей, сколько на наших, и не так безопасно. Но, в любом случае, нельзя останавливаться, надо тренироваться. Местные власти обратят внимание, построят, привезут площадку из Москвы. Вы очень оптимистичны, очень. Я, например, себе слабо представляю какого-нибудь мэра города, у которого масса заботы и проблем, и которые, в общем, ну, может быть, уже там в возрасте. И вот, когда к нему приходится идея построить эту площадку, ну, нужно очень много приложить сил, умений и красноречий для того, чтобы это произошло. Ну, благо, у нас мэр Москвы не такой. Ну, это да, это тут повезло, ничего не могу сказать. А вообще, эта идея, насколько поддерживается не столько вашими коллегами, тут все понятно, и вашими последователями, сколько вот людьми, у которых есть и деньги, и власть. Как вы с ними контактируете? Это тяжело для вас, этот процесс? Или все-таки, в общем, вам идут навстречу и говорят, да-да, это дело хорошее, пожалуйста. Главное, что безвозмездно. Максим задумался. Сложный вопрос. Вы говорите о бизнесе, то есть как бизнес на это смотрит. Конечно. И о бизнесе, и о городских властях, которые должны вам эту идею помочь воплотить. Могу сказать, день это дня, все легче и легче. Вначале было очень тяжело. Сейчас и бизнес заинтересовался этим, кто-то заказывает на территорию своих заводов, площадки. Есть различные веранды загородные, то есть там люди, по идее, должны пить, отдыхать, а они строят воркаут-площадку там. То есть сейчас действительно удалось сделать это модным, и тянутся все, и власти. Им это становится очень интересно, потому что это реальная социалка, то есть это социально. Это в первую очередь социально. Когда на площадке 100 человек занимается несколько раз в неделю, ну, так люди в бассейн, наверное, не ходят. Ну, ходят по-единичному. А чтобы такие групповые занятия были. А турники имеют большое будущее в этом плане. То есть могут действительно люди во дворах просто выходить, и за два часа до сна подтянулся сто раз. В общем, я имею в виду. Большое будущее у этого. И с каждым днем все легче и легче. Вначале было действительно трудно донести. А вспомните, да, кстати, вот Максим сорвал с языка вопрос. Свой первый опыт. Сколько времени прошло, прежде чем вы убедили построить воркаут-площадку? Мы обошли 50 управ. Как минимум, наверное. Как минимум 50, где нас не слышали вообще. Они кивали, они говорили, да, хорошо, нам нравится. Но на этом все заканчивалось. И на 50 управе нам повезло. Мы попали в такой проект, где открытие двора было. И туда должен был приехать префект. И они говорят, приезжайте, постройте. У нас три дня. Мы приехали, и за три дня построили абсолютно все. Положили резину на... Префект, который не приехал потом. Не важно. Площадка осталась. В принципе, да, все очень получилось. И пошли оттуда заказы. Вы стерли подошву, а также испили пару флаконов валерьянки, прежде чем все это сделали. Мы там ночевали. Мы три дня просто ночевали. И он приехал через три дня и, говорит, собрал всех подрядчиков и говорит, вот видите, пацаны молодые сделали больше, чем вы за три месяца тут пытаетесь. Нам было приятно. Правда, ждали деньги долго, но это все не важно. В общем, первый год лучше вычеркнуть в жизни. Он был очень сложный и тернистый, как вы говорите. А потом вы вспомнили, что помимо этих 50 управ есть еще 150. И продолжили свои походы, прикупив уже себе железные башмаки с подошвами соответствующими. Да, да, потом поехали. Ну, потом уже с каждым днем все легче, легче, легче. Ну, сарафанное радио, наверное, больше работает, да? То есть люди знают, что это хорошо, что это здорово. Благодаря вам сейчас очень много кто узнает об этом направлении. И я думаю, тоже какой-то определенный резонанс даст. То есть доступный спорт, он должен быть доступным. И о нем должны знать. И должны знать, где площадки. И там, где их нет, должны строиться площадки. Насчет тренировок. Ну, это хорошая идея. Ну, возможно, она не везде приживется. То есть не каждый будет готов проводить эти тренировки. Но одному приехать на том же велосипеде, на такую площадку, потренироваться час во благо своего здоровья, я думаю, это для каждого будет не геройский поступок, а ежедневная норма жизни. Ну да, тем более мы все время говорим про то, что массовый спорт должен быть. Мы вернемся к нашему разговору через две минуты. Доброе утро тем, кто к нам только что присоединился. Как обычно, утро среды у нас проходит в спортивном режиме. Сегодня говорим о том, как сделать свое тело красивым, здоровым и не потратить на это ни одной копейки. Сегодня в гостях у нас представители Федерации воркаута. Это те площадки, которые можно использовать любое время дня и ночи, сделать это абсолютно не затратив на это ни единого рубля и получить в итоге хорошее настроение, прекрасную мускулатуру и, наверное, еще много новых друзей. Максим Неверов и Максим Попов у нас сегодня еще раз вас приветствую. Уважаемые, я даже не знаю, как вас назвать, вроде как и патриоты, а вроде как и люди, которые готовы на благо социальной такой жизни Москвы потратить и время, и силы, и, наверное, нервную систему. Насколько я понимаю, воркаут, и Максим об этом говорил, претендует на то, чтобы в итоге стать видом спорта. И, само собой, понятно, что вид спорта предполагает и соревнования. Вот в этом направлении что вы делаете? Я вот тут тоже в интернете вычитывала, что даже есть чемпионаты мира по воркауту. Да, мы едем на него буквально в августе, начале августа. Так, соревновательная часть вот этого прекрасного мероприятия, чудесного проекта социального, вы как реализовывать собираетесь? Там несколько дисциплин идет, то есть базовый воркаут, то есть где ребята показывают базовые упражнения, есть фристайл, где ребята показывают гранциозу. Что входит в базовую, Максим? Ну, выходы силы, например, сколько выходов, подтягивания, то есть есть какие-то, на брусьях, ребята, кто-то стойку делает, кто-то спичак делает. Ну, то есть есть определенные, то есть есть регламент определенных соревнований, в зависимости от количества участников, сколько времени у нас выделено. То есть с этим проблем нет, есть определенные нормативы, то есть сколько раз подтянулся, как. Так, это базовое упражнение, что еще есть? Да, уже есть определенные. Ну, также, ребята, у нас очень интересная есть дисциплина, так называемый батл, когда на один элемент, это длинный рукоход, по очереди выходят два спортсмена. И как на ринге, грубо говоря, только здесь один работает, отработал, ушел, второй пришел. И они соревнуются, у кого получится зрелищней, у кого элементы будут намного сложнее, сильнее. Ребята выходят в следующий уровень и в финал, и признаются победитель. Вот это действительно захватывает. Это действительно приятно смотреть. Да и спорта никого не надо. Если не признают видом спорта, это и так будет круто, это и так будет востребовано, люди будут ходить на такие соревнования. Даже если не признают видом спорта, это действительно зрелищно, и это мотивирует тех, кто это смотрит, на следующий день прийти, пока никого нет на площадке пораньше, и позаниматься. Вот батл для меня лично, то есть, этого просто круче нету. Когда ты болеешь, когда у парней азарт, то есть, на ринге один азарт, да, например, у боксеров, в футболе у командный азарт, здесь тоже определен, когда ты видишь соперника, вот он, не просто ты подтянулся и ушел в сторону, а у вас батл идет. Кривляются там, кривляются, да, там с гармошками выходят, одевают шапки. Ради того, чтобы заслужить уважение сидеть. Тельняшки, швабры там, сценические, то есть, это переходит уже в такой экшен театральный. Ну, круто, правда, круто. Вы едете на чемпионат мира, я так подозреваю. Один из, один из. Там сейчас шесть кубков, да, шесть этапов, финал будет, который в Москве. Вот так. В декабре. Да, да. Ну, пока это планируется, то есть, ну, еще определенные этапы, согласования, переговоров, вот, ну, да, правильно, в декабре планируем. А вы уже принимали когда-то в подобных турнирах участие, вы уже знаете, что это такое, или для вас это будет первый опыт? Вообще, это первый турнир. Вот так. Мы поедем на международный, ты имеешь в виду, а Workout Summer Session прошел вот буквально в Лужниках, то есть, мы были одними из организаторов совместно, при поддержке Moscow Sport, разумеется, Blackstar Label оказывал нам большую поддержку, также в том числе информационную, то есть, у ребят очень сильные информационные сети, то есть, рассказали о нашем мероприятии, то есть, порядка полутора тысяч прошло мимо нашей площадки в день. Ну, я имею в виду, зашли, посмотрели, увидели эти баттлы, увидели эти головокружительные трюки. Кажется, больше. Может быть, больше. А на международный турнир вы приедете впервые? Впервые, да. Чего ждете? Волнуетесь, не волнуетесь? Видели ли вы, как выступают ваши соперники? Благо, сейчас YouTube все, что хочешь, покажет. Мы туда везем своего парня, который очень многое умеет. Мы надеемся, что он победит. Но, во-первых, там все наши друзья. Мы знаем человека, кто это все основал. Он нас встречает. Все, мы как бы едем к нему. Мы там как VIP-гости типа такого. Поэтому нас ждет очень многое. Мы очень хотим в Ригу. А это в Риге будет? Да, это будет в Риге. И Марис, наш друг, президент Мировой Федерации воркаута. Действительно, тоже человек. Очень большую работу проводит. Он равнозначную работу проводит только по всему миру. То есть, он в Тайбэе был недавно, в Испании, Германии. А где вообще воркаут распространен более всего? Где популярность у этого, дай бог, вида спорта? Ну, по-моему, мы всех обогнали. Россия, Украина. Россия, Украина. В Европе это еще вообще только начинается. Как бы вообще родоначальник Америка. У них спортсменов больше всего. Но у них просто там чуть-чуть, там чуть-чуть. У них нету обобщенности никакой. То есть, они сами по себе. Ну, там, грубо говоря, какие-то федерации. Нет, нет, у них где-то. Маленькие команды. И мы уж точно от них не ждем приглашения, что они будут принимающей стороной. Мы их приглашаем постоянно. Да, то есть, если тоже Москомспорт приглашает спортсменов гостиницы, пожалуйста, билеты, то есть, ребята, приезжайте, все, участвуйте на нашей земле, гости дорогие, подарки, пожалуйста, то от американцев мы такого не ждем. У них этот вид спорта, наверное, в гетто и останется. То есть, вот он останется где-то во дворах, неувиденном, и афроамериканцы крепкие, сильные. У них вот другой спорт. Они друг друга там не любят. Какая-то команда не любит другую. У нас совсем все по-другому. У вас дружба и мир. Ну, нормальная взаимоповощь. Да, ребята как бы, ну, между собой Екатеринбург, Челябинск, пожалуйста, там, в Хабаровске. Дружба, даже с вами. Когда я летал в Хабаровск? Два месяца назад тренировку провели тоже шикарно, приехала куча молодежи. Позитив. Слушайте, ну, ведь проведение таких турниров требует, помимо того, что материальных каких-то затрат, и гигантское количество душевных сил. Все вот эти организаторские дела, это же вот просто уму непостижимо как-то тяжело, на мой взгляд. С утра до вечера. Или вам это вот просто нужно, поэтому вы готовы презреть? Нам это нужно. И мы с утра просыпаемся и ложимся уже, когда закончены все дела, там, после 11. А в жизни, помимо вот воркаута, у вас есть что-то, или это основной ваш вид и жизни, и хобби, и способ зарабатывания денег? Позабыли, да, за все. Сейчас основной. Раньше у нас, у меня была полиграфия, Максим другими делами занимался. Я чиновник в прошлом, я был в администрации Балажихинского района. Не похож. Чиновник, главный специалист, отдел, отдел, я уже забыл, что-то с имуществом связано было. Плюнул, уехал, порвал, порвал, порвал все, что там, все договора, я не знаю, там, трудовые книжки, продал машину и в Австралию на три месяца. А, кстати, да, по поводу Австралии, там тоже наверняка этот вид спорта вполне себе в почете, раз вы оттуда эту идею утащили, ну, в хорошем смысле этого слова. Концепции нет такой, нет концепции. То есть, пятачки есть, турнички есть, ребята тренируются, ну, чтобы прям вот, ну, на Бонда и Бич, да, наверное. Кажется, что тренируется очень много людей, но на деле они тренируются только там, где пятачки эти стоят. Очень мало людей тренируется, по сути. Поэтому мы их обогнали тоже, они у нас сейчас хотят площадку заказать. То есть, вы первопроходцы такие, несмотря на то, что идея была не ваша, вы ее расширили, да. У нас и название, собственно, «Кенгуру», потому что Австралия, да. Австралия. Да, идея оттуда, но концепция, она была перенесена в российские условия, мы продумали менталитет наш, и действительно, идея выстрелила, и она выстрелила. Только когда будут такие площадки, вот у футбола есть стадион, да, например, у воркаута это были где-то турнички во дворах. Нет, вот, мы создали эту площадку культовую, все, теперь на ней можно показать, что такое в полной мере. Туда и телевидение может приехать с удовольствием, и ребята фотографируются, выкладывают в интернет. Да что, у нас первая площадка в парке Горка, помнишь, люди просто проходили, фотографировались, дочка, папа, мама и ушли дальше. Спортивная семья, якобы. Да, кто-то проходит с пивом, на следующий день мы его видим, он уже тренируется. То есть, такое есть. И финал Кубка мира, я думаю, будет проходить по этому в Москве. Потому что у нас есть база, где можно провести красиво соревнования. А также у вас есть масса свободного времени, которое вы... Нет, с этим проблема. Которое вы потратите на то, чтобы этот Кубок мира организовать. Январь у нас более-менее нормальный месяц. Январь, единственный месяц, да. Ну, в общем, кстати, по поводу задействования этих площадок в другое время года, кроме как летом. Зимой в Сургуте, в Апатитах, в минус 40, как это все происходит? Ну, про Сургут, ребята крепятся, наверное. У нас занимаются. У нас занимаются без проблем. Перчатки, спортивный костюм, без проблем. Пробежечка, потом на площадку, когда горячий, загорел. Тот, кто хочет, он будет. Ну, это правда, да. Тот, кто не хочет, он и летом не пойдет, и зимой не пойдет. Ну, мы в любом случае берем абонементы в спортзал дополнительно, потому что зимой проблематичнее. Потому что летом в любом случае другая атмосфера. На морозе-то особо не потусуешься, не пообщаешься, не похихикаешь. А у нас тренировка на два часа. Все переобщались, все перезнакомились. Милиционеры приходят, политические деятели приходят. Звезды приезжают. И вот такое вот шубуршание на площадке. Очень круто. Свадьбу еще не сыграли ни одной на воркаут площадке. Да вот там некоторые начинают уже потихонечку. И Максим отвел вниз глаза. Послушайте, ну это же вот помимо того, что возможность позаниматься, я все время об этом думаю и уже говорила, это возможность общаться. Это возможность прийти и познакомиться с тем человеком, который ты видел в сети, в каком-нибудь там, в друзьях. А тут раз ты с ним вполне обычно можешь пожать ему руку, а не просто передать ему там, привет, как дела? Это же тоже великое дело. Так и приходят. Звезда у нас Данила. За ним все приходят посмотреть на него, сфотографироваться. Не, ну почему? Ребята приходят поодиночке, стоят, смотрят, потом начинают вливаться. Там раз слово скажет, раз смотришь, уже диалог. Нормально. Но девчонок много, да? Девчонки приходят? Ну меньше, конечно, где-то процентов 10. Но приходят. Ну для них, наверное, более облегченный какой-то вариант. Вы же, наверное, не нагружаете девочек. Есть визитки различные сейчас. Фитнес, эти технологии, они... Далеко шагнули. То есть есть специальные резинки, вешают за турник, за ногу помогают подтягиваться. То же самое с отжиманиями на брусьях. Последний вопрос. Проблем никаких. Вас представители фитнес-индустрии не считают главными врагами и не хотят вам устроить тёмные... Они у нас заказчики. Просто вы на этом не зарабатываете денег на клиентах, да? А для них это способ выживания. Если у них все перейдут в воркаут, у них клуб будет поставать. Кроме, конечно, зимы в Сургуте. Ну да. Не знаю, что они про нас думают. Да, мы в это не лезем. Они вот за ним, может быть, завидуют. Но есть клубы, кто построил себе воркаут-площадки на территории. У кого это получилось? Ну, не каждый фитнес-клуб располагает полисадником. Есть клубы, кто на полисаднике воркаут, турнички. И мы знаем сейчас, многие люди ушли из зала на улицу с гантелями. Тут же турник. Я вам хочу пожелать мирного существования всеми вашими конкурентами. И, наверное, поблагодарить за хорошую идею. Потому что он действительно хороший социальный проект под названием «Воркаут». У нас в гостях были Максим Попов и Максим Неверов, учредители и заодно организаторы Федерации воркаута Московской области. Удачи вам. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания.